Здравствуйте, я Наталья Доржиева и наша команда запускаем новый проект под названием Блиц-опрос. В этом году мы решили взять интервью у наших министров в непривычной для них форме. И первый наш гость Марина Эльзятиева. Точно так же, как все, я устаю, безусловно. Йога для начинающих, ну это вот то, что как бы меня более или менее успокаивает. Здравствуйте, Марина Петровна, спасибо, что отозвались, пришли к нам на интервью. Марина Эльзятиева. С 2009 по 2010 год заместитель руководителя Агентства государственной поддержки обрабатывающих производств и развития торговли Республики Калмыкия. С 2011 по 2013 год заместитель министра финансов Республики Калмыкия. С 2013 года министр социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия. Ну и первый мой вопрос, наверное, будет к вам. Вы на должности очень много, да, и на как госслужащий, и уже министр социальной сферы. Ну, давайте чуть-чуть в прошлое. Когда предложили стать министром? Да, добрый день. Я прекрасно помню это время, когда предложили стать министром. На тот момент я занимала должность заместителя министра уже финансов Республики Калмыкия. И, в принципе, я проработала в должности чуть более двух лет. Понятно, что я строила для себя планы уже именно по той своей профессиональной деятельности, которой занималась в министерстве финансов. И на самом деле мне всегда казалось, что финансы для меня ближе. И на самом деле... А как пришли вот с финансов в социальную сферу? То есть поступило предложение возглавить на тот момент министерство, которое только создавалось, поскольку это было Объединенное министерство здравоохранения и социального развития. И Минсоц выделялся в отдельную структуру путем присоединения еще полномочий агентства занятости и труда. Решение мне далось очень даже непросто. Наверное, я понимала ту ношу, которую я на себя, по сути, взваливаю. Я понимала, что это многопрофильное министерство, и придется решать очень много задач. А задачи все связаны прежде всего с работой с населением, над качеством оказания услуг в социальной сфере. Поэтому, безусловно, было очень тревожно первое время. И, наверное, первые 2-3 месяца это было глубокое погружение именно уже в особенности тех сфер, которые мне пришлось возглавить социального развития. Судя по вам, вы об этом можете говорить часами, днями, неделями. Но вот давайте 5 задач. Вы же помните, вы все равно с таким рвением пришли в это. И вот какие задачи первые ставили перед собой? Вот, сев в кресло министра, я буду... Да, учитывая, что это было министерство, которое создавалось в результате реорганизации, первая ключевая задача, которую я для себя ставила, это пройти вот эту систему реорганизации и максимально ускорить ее. Вторая задача, которую я для себя ставила, параллельно с этой работой, вникать во все те проблемы, которые есть в отрасли, и, соответственно, строила уже, исходя из погружения, скажем так, в эти проблемы, уже строила для себя основные цели и задачи, которые я формировала уже на последующий период. Вот нагружая себя работой постоянной, да, назовите 3 вещи, которые помогают вам восстановиться после этого. Восстановиться, наверное, в большей части как помогает и где-то вот тот результат работы, который ты видишь, да, вот тот настрой, который дает мне, допустим, мои коллеги, показывая хорошие результаты в работе, это все равно успокаивает. Работу вообще не брать, мои коллеги. Если не брать работу, то, ну, это работа над собой, постоянная работа над собой, наверное, настрой какого-то позитива внутри себя, поскольку, да, на самом деле работа отнимает очень много сил. Это, безусловно, общение с близкими людьми, это общение с друзьями, это чтение. Качество, общение с близкими. Это чтение, это хороший сон, какие-то элементарные вещи, там, элементарную зарядку или там йога для начинающих, но это вот то, что как бы меня более или менее успокаивает. А давайте 5 качеств, которые не приемлюте в людях. Качества, которые не приемлю в людях, ну, наверное, пожалуй, это жестокость, подлость, наглость, лицемерие и безответственность. Ну, вот, Марина Петровна, 2020 год подошел, подходит к концу, да, а что за этот год сделали? А ситуация в 2020 году, которая сложилась в период распространения коронавирусной инфекции, она, понятно, наложила некий отпечаток на наши планы. И то, что мы для себя ставили в плане какого поэтапного движения, да, к этому направлению, но, тем не менее, условия пандемии, это дополнительная колоссальная нагрузка на министерство, на социальную сферу по всем направлениям. То есть это выплаты, дополнительные выплаты, которые были введены на федеральном уровне. Она по всей стране, скажем так, вот была осуществлена уже в рамках нового подхода. Это когда гражданин не приходит в Центр социальной защиты, не приносит документы. То есть подает заявление только путем портала, да, онлайн. И, соответственно, уже задача службы социальной защиты получать всю эту информацию в системе электронного межведомственного взаимодействия. Это федеральная программа, а наша? Нет, это федеральная выплата одна. У нас 100 выплат. Задача, по сути, автоматизировать все выплаты, которые мы осуществляем. Поэтому для себя на 2020 год мы ставили задачей только наладить вот эту систему электронного межведомственного взаимодействия без перехода, скажем так, уже на полное предоставление услуг в электронном виде. Получается, что сейчас, проработав уже 2020 год, по одной выплате, только в новом формате, мы для себя ставим задачу на 2021 год перевести полностью эти услуги в электронный вид, ну, по крайней мере, не 100%, а для семей с детьми. Аналогичная ситуация у нас складывалась в системе занятости. То есть если мы для себя ставили задачу непосредственно снизить до уровень безработицы, увеличить то, что мы ключевую задачу ежегодно ставим для центров занятости, получается увеличить количество лиц, которых мы трудоустраиваем с помощью центров занятости. Но нет, пандемия же у нас, получается, все вспять перечеркнула. Да, и, соответственно, были разработаны временный порядок предоставления услуг. Опять же, все ушло в онлайн. Это второе направление, в которое нас просто окунули, опять же, вся страна. То есть был запущен портал работы в России, который был интегрирован с государственной информационной системой на прием заявлений. И, соответственно, центры занятости точно так же в системе Межведа получали всю информацию о трудовом стаже, о заработной плате и так далее. То есть понятно, что 2020 год нас научил многому. Но параллельно из того, что мы планировали, что мы сделали? Мы запустили интерактивный портал службы занятости Республики Калмыкия. То есть уже в 2020 году параллельно с той работой, которая осуществлялась по переводу услуг в электронный ветвь, у нас заработал наш региональный портал. Это то, что было в планах. И, соответственно, теперь уже безработные граждане, которые состоят на учете и получают пособие по безработице, они могут получать актуальную информацию ежедневно о начислении, о выплатах, о тех вакансиях, которые на сегодняшний день есть в региональном банке вакансий и, соответственно, осуществлять подбор тех вакансий, на которые, допустим, они могут претендовать. Но в службе занятости мы не выполнили один ключевой показатель – это трудоустройство на постоянное место работы. Поскольку в период пандемии все предприятия и субъекты малого и среднего предпринимательства оказались очень тяжелой ситуацией, это по всей стране. Поэтому показатели трудоустройства у нас, безусловно, не были выполнены в 2021 году. Это то, что не смогли сделать? Ну, что не смогли сделать. Но у нас есть еще третье направление – это сфера социального обслуживания населения. Это наши 14 комплексных центров социального обслуживания, которые предоставляют социальные услуги на дому гражданам пожилого возраста. В этой сфере понятно все, что мы планировали. Мы не сократили объем услуг. Соцработники точно так же в полном объеме, несмотря на пандемию, оказывали услуги гражданам пожилого возраста. Что нам удалось? Мы в 2020 году вошли в перечень субъектов, которые получают субсидии на строительство нового дома-интерната. Это вот целинный дом-интернат. Уже на сегодняшний день мы и заключили соглашение, и провели процедуру торгов. То есть все, с декабря месяца у нас начинается стройка. Целинный дом-интернат у нас рассчитан на 40 койко-мест. Это небольшой дом-интернат. Но я надеюсь, что нам удастся в рамках этого первого учреждения небольшого, которое вошло в проект, уже создать учреждение нового типа, наверное, с более качественными услугами, с более такой развитой системой реабилитации, медицинской, социальной и так далее. Это первое, что мы сделали. Второе, как все знают, в этом году утверждена индивидуальная программа социально-экономического развития Республики Калмыкия. Нам сложно было включить объекты социального обслуживания, скажу, признаюсь честно, поскольку федеральный центр требовал в большей части поддержки отраслей экономики. Но, тем не менее, нам удалось включить два объекта, пока не на строительство, на разработку проектно-сметной документации. Это строительство Большого Элистинского дома-интерната для престарелых на 200 койко-мест. То есть это наша мечта, наверное, которая, я надеюсь, в ближайшей трехлетней перспективе реализуется, поскольку это дом с максимальной наполняемостью, и вот именно создать условия очень давно стоит у нас задача. Мы задумывались о реконструкции, но вот здесь задача разработать проектно-сметную документацию до 1 июня 2021 года и в последующем войти в федеральную программу и нацпроект «Старшее поколение». И второе направление – это включение в индивидуальную программу объекта по разработке, опять же, проектно-сметной документации на строительство нового реабилитационного центра для детей-инвалидов. Это тоже долгая проблема, долгая задача, которую мы не могли никак. Мы понимали, что нужно расширять и перечень услуг, которые получают у нас детки-инвалиды, но в масштабах того помещения, которое здание, это приспособленное здание, которое они сейчас занимают, невозможно это было сделать. Поэтому вот, наверное, три больших вот, как бы, ну, таких вот направления, которые удалось реализовать в текущем году, и надеюсь, что дальнейшие шаги по решению, то есть по завершению, успешному завершению изготовления проектно-сметной документации уже в последующем строительство позволит нам все-таки поднять уровень предоставления социальных услуг на более качественный, на более высокий. Вот за ваше время работы, да, ну, как руководителя, были такие случаи, когда вам приходилось в профессиональной деятельности переступать через свои принципы? Наверное, мне повезло, что я работаю в такой системе, когда мне не приходилось переступать через мои принципы. Да, где-то менять отношение свое к работе, когда ты, да, пытаешься успеть все, проконтролировать все. Вот чему я научилась, это где-то правильно делегировать полномочия. По-прежнему главные ценности, которые я для себя сохранила, это вера в людей, это уважение, это понимание, это, ну, наверное, честность, как бы это громко не звучало, то есть это то, что я в ценю в людях, и, прежде всего, как бы для меня это очень важно. И оставаться собой. Вот, кстати, пять качеств, которыми должен обладать успешный руководитель. Ну, первое, это, наверное, четко ставить цели и задачи. Второе, это, наверное, компетентность. Компетентность не только в своей сфере. Третье, это, наверное, умение правильно доносить информацию. Четвёртое, это, наверное, умение брать на себя ответственность, принимать эту ответственность, не бояться. Ответственность не только за себя лично, но ответственность ещё и за коллектив. И пятое, наверное, это организаторские способности. Как вдохновляете коллектив на плодотворную работу? Главным здесь является, как вот вдохновить, это всё-таки создание вот этой какой-то доброй атмосферы в коллективе. Успех — это везение или работа над собой? Успех — это, наверное, работа над собой, и везение, и многое разное. Поэтому для меня это главное. Это задача не останавливаться, работать над собой, да, и двигаться к достижению своих целей конкретно и к получению какого-то положительного результата. Вы постоянно работаете, работаете, самообучаетесь, всё время двигаетесь вперёд. Не устали? Точно так же, как все, я устаю, безусловно. Поэтому общение, опять же, повторюсь, да, с близкими. И, ну, выходные стараюсь по возможности, если есть такая возможность, прогуляться, подышать свежим воздухом. Ну, каких-то иных таких вот, наверное, способов расслабления у меня нет, да. Спасибо, Марина Петровна, спасибо, что пришли к нам на интервью. Я вас благодарю и прощаюсь с вами. До свидания. Спасибо вам за приглашение. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok